Совсем не зона 51. Это большая заплатка на заборе детского сада в Свердловском районе. С одной стороны ограда, как зубы у акулы в несколько рядов. Вдоль решетки выросла живая изгородь из кленов. Но за 40 лет некогда идеальная по санитарным нормам сочетание обветшала, заржавела и провалилась. Высоту забора для детского садика в Москве строго прописали. Это минимум 2,5 метров. В Красноярске таких строгих правил нет, поэтому пользуются вневедомственными строительными нормами от 1986 года. По ним высота забора вокруг детского сада должна составлять 1 метр 60 сантиметров. Правда, в зависимости от рельефа допускаются либо плюс 40 сантиметров, либо минус 40 сантиметров. Вот высота вот этой ограды, где-то метр 20-метр 30, в зависимости от рельефа, вполне вписывается в эти старые советские нормы. Стандарт есть только для новых и переживших полную реконструкцию садов. Их заборы должны быть не ниже 180 сантиметров, иметь вертикальный рисунок прутьев, расстояние между которыми меньше 10 сантиметров, чтобы ни одна маленькая голова не пролезла. А старые живут с тем, что имеют. По требованиям СанПин, забор у детского сада должен быть не ржавым, абсолютно целым и не должен содержать в себе какие-то острые части, чтобы дети могли поцарапаться и покорябаться. Вот этот забор уже у другого детского сада, непереку от предмостной площади, собственно говоря, состоит из таких залатанных пространств. Вот здесь тоже прям пытались сшить эту сетку-рабицу. Насколько безопасная конструкция получилась, ну вот можно покорябаться, наверное. Да, хотелось бы иметь забор высотой метр 70. Поменять ограду самостоятельно детскому саду не по карману, говорит заведующая. Часовых во дворе тоже не посадишь. У старого сада много проблем, и забор не самая большая из них. Часть ограды они и так уже обшили профлистом, закрыли детей от выхлопных газов со стоянки. А за безопасностью следит почти десяток камер, на воротах электронные чипы, у вахтёра есть тревожная кнопка. У нас всё расписано по приказу, есть инструкция дежурного администратора. Это тот человек, у которого всегда находится у вахтёра кнопочка тревожная. То есть охрана срабатывает моментально. У меня всегда такое впечатление, что они где-то за углом все стоят, потому что минуты не приходят, они раз приезжают. Это на учение? Нет. Почему? Ну вот происходит там какая-то ситуация, они раз сразу здесь. После гибели ребёнка в Нарьинмарском детском саду за безопасность в детских садах взялись серьёзно. В учреждениях ждут комиссии и дополнительно проводят инструктажи для воспитанников и воспитателей. Мы провели дополнительный инструктаж с воспитателями, мы выработали дополнительные памятки для воспитателей на предмет психически нездоровых людей. То есть психолог у нас провела семинар с педагогами на тему, как можно по внешним признакам распознать психически нездорового человека. Но до заборов дело пока не дошло. В 2014 году из детского сада в Томске похитили трёхлетнюю девочку. Преступник вытащил ребёнка, наклонившись через невысокую ограду, пока воспитательница читала детям сказку. Малышку искали шесть дней и нашли убитой. После гибели девочки во всех томских детских садах поставили камеры и поменяли заборы. В основном на спонсорские деньги. Красноярские ограждения детским садам тоже меняют, но за счёт муниципалитета. Правда, происходит это медленно. Ни один из детских садов, который мы снимали сегодня, в следующем году новым забором не огородят. Клавдия Стримахович, Михаил Ткачук, Афонтова новости.